Человек нестабилен, грустный смайлик. Плохой пиар тоже пиар, знаешь. Не надо мужика жалеть. Любовь с первого взгляда. Пошло, поехало. Что он мне скажет? Какие у тебя хорошие сиськи? Да, надеюсь. Кажется, он даже в общем попадает. Но другие не могут. А клип-то, кстати, смотрела? Мне кажется, это тоже какой-то заказ чей-то. Ну, это человек, зачем я с тобой дружу вообще? Привет! Как дела? Сегодня у нас интервью с Кейти. Надеюсь, что будет интересно. Очень надеюсь, что это интервью выйдет все-таки быстрее, чем вышло в прошлое. Так как в прошлое так и не вышло. Меня зовут Кейти Тапури. Мне 33 года. Я люблю хачапури. Я ненавижу ложь. Мое слово-паразит это... Блядь. Я никогда не... Никогда не говорю никогда. Никто не знает, что я и не узнает. Привет, ребята. Это Лаура Джукелия и программа «Люди говорят». Лаура Джукелия нужно начать или как нужно начать лучше? Понимаешь, мне сказали, что нужно сделать свой блог для того, чтобы я стала более узнаваемой. Потому что от того, что меня никто не... Даже когда снимаешь глядь, почему-то туда. Ты что-то там на меня. А, да? Да. У тебя сейчас новые отношения. На самом деле, в последний раз мы когда с тобой разговаривали в апреле, я тебя спрашивала, готова ли ты к новым отношениям. А ты тогда мне сказала, что, ну, пока не знаешь. Ну, потому что, ну, как бы, ты так не сказала ни да, ни нет. Свободно ли твое сердце сейчас и готова ли ты к новым отношениям? Сейчас мое сердце свободно. Новым отношениям... Ты знаешь, это очень сложно сказать, готова ли я. Я не знаю. Мне кажется, что да. Но каково мне будет, если кто-то у меня появится? Я не знаю. Может быть, ну, не так много времени прошло? Хотя, может быть, наоборот, я переключусь. Не знаю. Ну, ты тогда была еще в таком, мне кажется, состоянии, непонимание сама, что будет дальше. А сейчас что? Сейчас все хорошо. Да, да, ты мне уже сказала про то, что все хорошо. Да, да, ты единственная, кому я дала комментарий, кстати. Спасибо тебе большое. Я очень ценю. Расскажи вообще, как вы познакомились? Потому что первое упоминание о том, что как-то вас увидели вместе, это когда ты выступала у него на дне рождения в Минске, Павла. Ну, она, оказывается, лучше меня все знают. Ты видишь? Ну, мы познакомились, но это знакомство было такое там. Это там было знакомство состоялось? Ну, да. У него был день рождения, пригласил нас случайным образом, потому что они были знакомы с Байгали, вот. И он решил, что давайте позовем Астудию. Мы в гримерке «Здравствуйте, до свидания». Вот так познакомились, там два слова кинули друг другу. А потом уже через какое-то время мы вышли уже на связь. И все закрутилось, понеслось. Подожди, то есть он потом тебе как-то написал? Ну, я не хочу все детали рассказывать, но как-то так получилось. Ну, красиво ухаживал, как-то какие-то поступки делал. Ты знаешь, вот мы, когда мы начали с ним общаться, мы просто неделю разговаривали по телефону 24 часа. То есть вообще, мне кажется, я не спала, и он не спал. И у нас было просто такое, знаешь, мы делились своими историями. Мы поняли, что у нас очень много общего. Музыкальный вкус – это самое главное. Юмор. А он же еще бывший музыкант, он же тоже пел. Да, ему было 18 лет. А что вы слушаете вместе? Какую музыку? Ну, мы любим такое больше, наверное, old school слушать вместе. Ну, там разные. Самые любимые исполнители у нас кто? Стиви Вандер, Ленин Кравиц. И потом он приехал в Москву, и мы встретились. И у нас прямо вот с первой встречи как-то все пошло, поехало. Ну, это была, наверное, любовь с первого взгляда. О-о-о! Да, оказывается, такое реально бывает. Он закрыл свой аккаунт в Инстаграме? У него и был закрыт. А был закрыт? Не может быть. У нас есть кто подписался на него еще долго. Нет, он иногда добавляет людей, да, там, выборочно. Я тоже ему говорю, зачем тебе, если ты кого-то вообще добавляешь? Он говорит, ну, я так понимаю, там, нормальный, ненормальный. Я говорю, ты не понимаешь, что есть левый профайл? Ну, он как бы особо, знаешь, не вникает в это, точно не дает. Ну, а ты, когда выложила вашу фотку совместную, ты закрыла комменты? Ну, я сейчас тебе скажу, почему. Потому что, в первую очередь, я когда выложила эта фотография, ты видишь, что там его не видно, я его не отметила. Это было просто чисто, я выложила для него. Это было обращение, и через секунду, видимо, уже все журналисты были на готове, или они уже готовили там давно материал, и они просто через секунду появляется там такой огромный развернутый материал, и я еще думаю, ничего себе. А, то есть они тебе не сообщали о том, чтобы готовить материал этот? Нет, конечно. А, ты не знала? А я вообще думала, мало ли вы как-то договаривались. Потому что, помнишь, я тебе еще за несколько недель до этого, я тебе писала и говорила про то, что мне прислали там футки. Да, да, да. А я вот тебе сказала, что мы, как бы, я не люблю о своем личном говорить, и поэтому я не хотела это все как-то раскрывать, раз там не так уж много времени прошло, да, чтобы уже там что-то там на такое рассказывать. Я не хотела, но просто опять уже другие успели за меня рассказать так, раз уже другие говорят, давай я тоже там поговорю правильнее, нежели там кто-то там преподнес эту информацию там с какими-то искажениями. А сказать, что я влюбилась, и там мне хорошо, я это как бы могу. Я имею на это право. Ну, конечно. Право, и сделать там какому-то, какому-то, господи, человеку, которого я люблю, приятно, да, то, что это какой-то там месседж такой был. Когда начали вот комментарии уже, кто, что, а почему так, а ты видела вот это, а ты, я думаю, господи, боже мой, выключить комментарии. Вот у тебя какой-то вкус, я не могу определить какой, потому что у тебя все, кого я знаю, бывшие, они очень разные, да. Он как-то попадает в твой вкус, да? Мне кажется, он даже очень попадает. Да? Да, мне очень нравится внешне и вообще, главное, конечно, не внешность. Я люблю его душу и его как человека. А что, какие качества у него тебе нравятся? Ну, главное, это что он настоящий мужчина. Мужчина. Слово мужчина, мне кажется, оно уже говорит о себе. То есть, да, прям, когда ты думаешь о понятии мужчины, ты представляешь себе его? Уже, да, представляю его. А имя, имя, насколько оно популярное? Не, ну я, мы просто смеялись тоже, что вообще не такое популярное имя, но у тебя как-то в жизни так сложилось, что у тебя бывший муж и сейчас тоже. Да, но я расскажу про это все, почему так получилось, что лев, настоящий у него не лев. Да, он Павел же, да? Да, я сейчас расскажу, почему так получилось. Ну, как бы он бизнесмен и какое-то время, очень долго, и он занимался бизнесом в Ливии. И после того, как там случилась революция, он был единственным мостом между, там, Россией и Ливией. И попозже он начал заниматься освобождением пленников. Начальство его, там, решили ради, там, безопасности семьи, его личной безопасности, дать ему, как бы, такой рабочий псевдоним. Ну, ты же как его называешь? Я его называю Паша. А, да ладно, то есть ты его по его настоящему имени называешь? Ну, да, такой он. Ну, когда он с тобой знакомился, он представился как Павел или как Лев? Ты знаешь, в день рождения был такой узкий круг, там, семейный, поэтому он был больше как Павел. Ну, говорят, что... Ну, это, конечно, сложно, знаешь, регулировать, когда у тебя уже, как бы, и рабочий псевдоним, и... Ну, я его понимаю, потому что у меня тоже Кэти, Кэта, там, еще что-то разное. Ну, привыкаешь со временем. Ну, слушай, на самом деле, я думаю, что ты его не только по имени называешь, наверное, у вас какие-то... У него было до тебя два брака, правильно? Да. И вот вторая жена, она, как люди говорят, я читала тоже где-то, что она ходила на программу «Давай поженимся» и начала рассказывать какие-то странные вещи. А ты в курсе, это все истории? Это правда вообще или... Я в курсе этой истории, но я думаю, что насчет, там, личной жизни только он может, там, говорить, комментировать, это меня, как бы, не касается. Но я знаю его семью, я знаю детей, я вижу, какой любовью он относится вообще к семье своей. Поэтому я, наверное, буду, скорее всего, не в СМИ и кому-то другому верить, а буду верить моим глазам. Я когда его увидела, я офигела, он просто, на мой взгляд, какой-то идеальный, просто у него внешность идеальная. Ты видишь? Ну да, у меня, кстати, есть муж, я вообще просто рассуждаю со стороны, я вообще не... Майки, извини, я просто, как бы, Кете делаю комплименты ее мужчине, все. Да, он сипотяжка. Не, ну правда красивый парень, поэтому у него все родственники красивые, то есть дети ваши тоже будут красивые. Надеюсь. У него есть ребенок, да, старший? Да, у него есть старший мальчик и девочка. А, девочка тоже? Да, и 8 лет. Да? Да. Ой, как здорово, то есть ты знакома уже? Ну так, да. Вот как раз он заходил в гримерку, потому что мальчик хотел со мной сфотографировать. Правда? Как круто. И что, он уже ему рассказал про... Ну, я думаю, что он уже знает, естественно, из новостей. Мне кажется, знают все уже. Да, уже бесполезно, да. А Оливия знакома с ним? Да, они познакомились. Да? Да. И как? Все хорошо. Твой бывший муж Лев знаком с Пашей? Нет, не знаком. А, нет? Нет. А ну, а что он сказал, когда узнал про ваши отношения? Ну, он сказал, что если я счастлива, тогда и все счастливы. Ну, вы хорошо же общаетесь, да? Да, у нас очень хорошие отношения, он прекрасный отец. И только позитивные какие-то мысли у меня насчет этого человека. А он в Москве сейчас живет? А он всегда жил в Москве. Ну, куда-то все летал. Нет, 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 это я не знаю тоже, откуда взяли. Говорили, что он какое-то время там жил в Америке. Да, 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 записали. Никогда он не жил в Америке. Короче, он живет здесь, и он тоже общается часто, да, с Оливией? Да, конечно, каждые выходные она у него. Ой, здорово. А ты сейчас живешь с мамой или? Ну, вот пока что да, но мы скоро уже, наверное, переедем. А, вы прям с Оливией вместе переедете? Ну, посмотрим. Ну, что ты мне все заставляешь говорить? Господи, кто этот человек? Зачем я с тобой дружу вообще? А какие у вас с мамой отношения? Очень хорошие. Хорошие отношения, да. Я сейчас живу с ней. Она мне очень помогает. Я все-таки там много кастролирую. Там понятно, что есть няни прекрасные, которые там помогают. Но все равно, когда я понимаю, что ребенок там с мамой, с родным человеком, мне намного спокойнее. Вот. И хорошо дома, когда мама. У нас есть тест на сайте. Называется «Насколько хорошо ты знаешь своих мужчин?» Кэти. Так что начинай тест, пожалуйста. Кто это на фото? Ты хочешь, что я даже могу не определить? Так, по-моему, наверное, это он. Так. Дальше пиши. А, все, молодец. Молодец, да? Дальше. Кто на фото? Этого тоже знаю. Кто на фото? Ноги. О-о-о! Ну вообще. Смотри, уже третьего угадала. Так. Ну нормально. Я бы тоже, кстати, угадала. Я вот третьего не знала. Боже мой. Башку гуфа опознала. А я, кстати, знаю. Я тоже знаю. А, нет, я неправильно знаю. Это бывший муж, значит, быстро. Слушай, я вообще... А, эту голову ты узнаешь из тысячи? Конечно, узнаю. Эти губы тоже знаю. А что ты у нас больше всего... О-о-о! Вот что значит влюбленность. Молодец, всех угадала. 8 из 8. Кэти, ну ты просто брава, я считаю. Просто молодец. Хорошо знаешь своих мужчин. Мне кажется, было бы очень странно, да, если бы я путалась бы. Я должна тебя отблагодарить, потому что наш сайт, он просто, в принципе, живет, мне кажется, на новостях про тебя и Алексея. У нас, мне кажется, что это главная новость, с которой начинается наш день. Так, есть что-то новенькое. Я узнала вообще про то, что вы с Лешей встречаетесь еще до того, как появились... Как мы начали встречаться. Хочу просто, чтобы мы как-то закончили эту тему. Я думаю, ты особо и не любишь об этом говорить. Но вынуждена. Хорошо. Да. Хотела спросить, вообще, ты посмотрела программу Собчак с ним? Ты знаешь, меня отметили, просто у меня в отметках в инстаграме были все куски с этой передачи, поэтому я, мне кажется, можно было даже не смотреть, нам достаточно было. Но ты, то есть, видела основные цитаты, что он про тебя говорил? Да, я видела. После этого интервью мне его, правда, так как-то стало жалко, что он прям, ну, на мой взгляд, прям на дне находится, как будто бы. Ну, это очень плохо, когда мужика жалеют. Ну, я понимаю, ну, а как его не пожалеть? Ты видела эти куски, наверное, тебе, наверное, самой не было его жалко. Ты знаешь, мне кажется, это будет очень плохо, если мне будет его жалко. Потому что не надо мужика жалеть. Ну, хорошо. Я очень надеюсь, что... Ну, как бы, зачем жалеть? Жалость никому еще не помогала. Ну, да, но он про тебя говорил как про человека, которого он любил больше всех в жизни. Вот единственный человек, с кем я видел как бы свое будущее, прям вообще видел. А меня взяли, так и обломали в конце. Мне это было очень приятно. Правда, очень приятно. Я этому человеку, кроме добра и хорошего, никогда не желала. И сегодня то же самое повторюсь. Хочу, чтобы он шел счастлив и все, чтобы у него было хорошо. Ну, он сказал, что ты его поздравила с днем рождения. Что ты его написала? Я так и сказала, с днем рождения, будь здоров, счастлив. Все? Да. А ты бы ждал сегодня чего-то, звонка особенно? Может быть, есть кто-то, кто тебе вряд ли позвонит, а ты бы ждал? Нормально, я дождался сообщения, которые я ждал. Нормально. Это от кого? Не забей. Ну, скажи. Ну, от Топури. От Кэти? Тебе было важно, чтобы она написала? Да, она написала, спасибо. А он что ответил? Грустный смайлик. Ну, как бы ж грустно. Но, ну вот он говорил в этом интервью о том, что вы пытались с ним сойтись опять летом, и ты в какой-то момент сказала нет. Ну, но не объяснила ему почему. Он скучает по тому времени, что было. Человек нестабилен, и все-таки, как бы ни пытались мы, мы не смогли. Я не смогла в себе восстановить эти чувства, и все какие-то его поступки все-таки на мои чувства подействовали. Единственный, просто такой, знаешь, единственная причина вот этого. Вот и все. И когда я поняла, что я реально уже не могу, я реально остыла, я искренне просто подошла и сказала об этом человеку. Все. Мы просто сели, поговорили, поняли, что наши отношения не развиваются. Вот реально, знаешь, тормозят жестко. И мне они уже ничего не давали, и ему они ничего не давали. И вот эта вот супер какая-то красивая история, которая там, то есть у нас была, она превращалась по чуть-чуть уже в такую грустную. Потом она меня как-то спасала, спасала, спасла, в конечном итоге вытащила там. И потом было два года таких нудных отношений. И, короче, просто стоп какой-то. Я вот так лежал три года на диване, мы ничего не делали. И никакого движения ни у нее, ни у меня, никакого прогресса не было. Почему ты его, кстати, заблокировала? Он выложил твою фотку на твой день рождения и сказал, что, Кета, не могу тебя отметить, потому что ты меня заблокировала. Ты не видела этот пост? Мне было жутко обидно вообще наблюдать, что он тоже там выходит и вот так вот выносит все наше личное там на общее обозрение. Мне кажется, это, ну, не очень красиво. Пусть я провалюсь под землю в тот день, когда я начну ловить хайп на своем личном. Ну, вот это ужасно. Поэтому и сейчас тоже, знаешь, вот я не хочу просто об этом говорить, об этом человеке. Я очень, ну, как бы, прямо от всей души хочу ему пожелать счастья. И чтобы у него все было хорошо. Прошлый раз мы записывали, я опять была кудрявая. У меня такие просто кератиновые. А у меня просто такие волосы. То есть всегда прямая? У тебя прямые волосы? Я думала, они кудрявые. Ну, я помыла и пошла. А, да? Да, я не выпрямляла. Слушай, а мне казалось, что вообще грузинки, абхазские, мы все кавказские девочки, все кудрявые. Ну, вот. Я что-то думала, ты что? Что я выкремела? Нет. Что будет? Хачухи. Хачухи, да. Хачухи, да. Обычные, кудрявые. Хачухи нравятся, я понял. Какие? Хачухи? Ну, у меня первой любовью была грузинка. Потом у меня была жена чеченка, с которой я живу 10 лет. И сейчас последняя грузинка. Это вопрос относительно Хачух. Мы с тобой поржали над этим. То есть тебя это как-то обидело? Меня, например, нет. Хотя я тоже девочка с Кавказа. Ну, сказал он там, что любит Хачух. Ну, блин, ну и что? Думаешь, он реально всерьез как-то хотел кого-то обидеть? Ну, конечно, никого он не хотел обидеть. Хачуха, ну, Хачуха, это вообще я придумала. А, ну вот, тем более. Но, ты знаешь, это как про негров. Негры-негров могут назвать как бы негром. Да, ну да. А вот я себя могу и там другого могу. Но другие не могут. Конечно, я согласна. В клипе снялся Москва. Да, я эту историю на самом деле особо не знаю, не в курсе. Но что касается вот именно этого момента, то, что я видела, там, без всякой там, какой-нибудь там, знаешь, под смыслом это было сделано. Потому что, ну, я его знаю, как бы, это реально так. А клип-то, кстати, смотрела этот Москва? Нет. Не видела? Не слышала о нем вообще ничего? Я слышала, что какое-то энное количество дизлайков. Больше миллиона дизлайков. Мне кажется, это тоже какой-то заказ чей-то. Что столько дизлайков сделали? Не, ну там же просто это же связано было. Поверь мне. Да? Ты думаешь, что это как-то специально было? Да, мне рассказывали даже, что были заказы на это. Чтобы дизлайки, да, специально накрутили? Да. Плохой пиар тоже пиар, знаешь. Он говорил в интервью, например, к Ксюше, что когда он ходил по улице, те люди, которые обычно могли бы к нему подойти, искать ой, респект, там, не знаю, сфоткаться, сейчас просто обходили стороной и на него чуть ли не пальцем показывали. Ну, ничего, он об этом рассказал и справился. Ситуацию, наверное, очень надеюсь. Да, у него сейчас, мне кажется, после этого интервью у него какая-то новая волна пошла, по-моему. Ну, хорошо, надо на фестиваль новую волну его позвать. Я думаю, в твоих силах у тебя там связи нормальные. Кто из звезд, из мужиков тебе там подкатывал через директ? Выли такие, но кто тебе писал, знакомился с тобой или что-то еще? Я что-то такое не могу вспомнить. Или, знаете, какой-нибудь начинающий, молодой, там, артист? Слушай, ну, не так легко сейчас просто взять и мне написать. А, извините, а что, сложно, что ли, взять телефон и написать? Мне кажется, знаешь, если ты допускаешь, то есть я когда где-то нахожусь в обществе, я не веду себя так, чтобы кто-то взял и потом мне позволил себе писать директ какие-то там. Не было такого, правда, честно. Не было вообще. И у нас еще в шоу-бизнесе так мало мужчин настоящих. Знаешь, одни там люди другой ориентации. Я ничего против не имею. Я просто говорю, что их просто мало, поэтому там писать, там, знаешь, особо и некому. А какие обычно тебе делают комплименты мужчины? Что они обычно отмечают тебя больше всего? Ну, или там про внешность, или про талант. Ну, что говорят? Красивые ноги, сиськи, что? Ну, они говорят, что у вас такая внешность. Как-то ты очень тактичная. Подожди, мужик подходит, что говорит. А что он мне скажет? Какие у тебя хорошие сиськи? Да, а что, не скажет, что ли? Конечно, не скажет, я его пошлю. Подойдут и скажут, вот, вы мне так нравитесь, ваше творчество, вот такая необычная. Я всегда вот необычная. Необычная какая-то. Ты одна из немногих, кто не стесняешься того, что ты делала нос. Но я тоже, в принципе, не стесняюсь, я тоже его делала. Как ты относишься к пластике? Ну, если это красиво и в форме все заканчивается, тогда я отношусь нормально. Я сама делала ринопластику. Вот. Я довольна. У меня вообще случилось так, что у меня... Перегородка. Перегородка была кривая. Мне надо было исправить перегородку. Я сделала пока, типа, только перегородку. И этот врач мне так плохо зашил нос, что у меня нос начал опускаться вот так. И хочешь, не хочешь, вот эта пимпочка, она стала, ну-ка, мы пошире вдруг. Ну, тут вот как-то... В общем, мне надо было делать эту пластику уже. Ну, и я не пожалею. Иногда мне отвечают тоже там в каких-то фотографиях. Но я смотрю на эти фотографии, думаю, господи, я такой реально никогда не была. А можно я тебе покажу просто? Конечно, можно. Ну, это просто... Ну, это хорошая же, это такая сладкая. Я хочу тебе рассказать про это на самом деле. Но прическа реально это провал. Ну, остальное все. Ну, я не была никогда такой. У меня была детская припухлость. Кстати, вот я тут вешу ровно на 2 килограмма больше, чем сейчас. Ну, это детская, видимо, такая припухлость, знаешь. А носик, да, вот такой был, правда. Носик такой. Господи, боже мой. А вот тут я только пришла, это мне 18. А вот эта фотография, это какой-то вообще... Тут я на самом деле есть другие фотографии с этого дня. Нормально, это просто неудачно. Это просто неудачно. Это тоже неудачная фотография. Тут я уже тоже нормально выглядела. Просто реально в интернете бывают такие фотки, которые смотришь... Прям как будто бы специально, знаешь, находят. Да, вот это более-менее. Вот такой, наверное, я была. Просто провальная история, то, что я была блондинкой. А почему? Мне кажется, ничего такая. Ну, слушай... Ты же пользовалась популярностью мужчин. Всегда. Ну, блин, да, но блондинка, это не моя история, правда. Но мужчинам ты нравилась же всегда, даже вот тогда. Да, 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 у меня никогда не было такого, что там... Ну, поэтому здесь же все, вот как бы... Ты сейчас скажи, ты должна посыл сейчас девочкам, девочке. Что дело не во внешности. Нет, дело не во внешности, но как бы внешность тоже играет роль. На самом деле нужно как бы следить за внешностью. Все-таки как бы если есть какие-то данные, то есть ресурс того, чтобы довести их там до идеальности. Почему бы и нет? Главное не перебарщивать, да. Если посмотреть на эти фотографии, там мою фотографию сейчас в инстаграме какой-то там, знаешь, недавнюю, конечно, есть огромная разница. Но очень часто говорят, что я делала гипер, там много операций там каких-то. Ну, какие операции, что я могла сделать? Отпилить себе лицо? Нет, знаешь, как эти удаляют биши, вот эти вот... Нет, я ничего не удалю. Сюда вот филеры вставляют, здесь делают круговые подтяжки. Вот здесь вот эти Белла ходит, они все вот так вот натягиваются. Да, кстати, очень красиво смотрятся, да? Да, скажи. Но пока что мне не надо. Единственное, что я делала, это ринопластика и все. Все всегда говорили, что у меня даже сделанная грудь, потому что она была идеальная. У тебя классные сиськи. У тебя даже говорили, что они сделаны, помнишь? Да, конечно, нам говорили. Ну, они не сделаны, поэтому они уже не так идеальны, как были. Это после кормления, наверное, да? Ну да. Подздулись чуть-чуть. Ну, ничего, есть способы, я тебе расскажу. Кейти, спасибо тебе огромное за интервью. У нас столько всего интересного. Ребята, я надеюсь, что вам это интервью очень понравится. Я всегда говорю то, что я думаю. И не все это как-то используют по-доброму, знаешь. Да нет, все тебя так любят. Мне кажется, что вот ты одна из немногих шоу-бизнесов, про которых говорят всегда только хорошие. Именно потому, что ты вот какая-то такая... Ты, наверное, общаешься только с адекватными людьми. И я знаю одного человека, с которым у вас там был момент. Да? Мы с тобой ее обсуждали в том выпуске. Да, да, да. Но с ней я тебя не обсуждала. Все, угадайте, про кого мы, пожалуйста, в комментариях, кого мы сейчас Кейти обсуждали. Мне кажется, никто параллель меня с ней не проведет никогда. А мы посмотрим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, как раз предположения, о ком мы сейчас в Кейте говорили. Ну и в целом присылайте свои варианты, кого вы хотите увидеть в наших следующих интервью. Субтитры сделал DimaTorzok